Так, я уж не помню, а, хоть мы не сдали, значит, мы совместные на том, что мы зашли на территорию этого, а, хрен знает, как называется, дом, клан, а, хрен знает, все, нас это не интересует, самое главное, что мы воюем с ними, все, остальное нас не колышит. Так, сдаем с вами ход, я, как обычно, пропускаю это дело, потому что, если вам это будет неинтересно смотреть, если, чего вы увидите отчеты о произошедшем, либо я вам расскажу. Так, путь Будды, ну, давайте почтем Бога Гор, потому что я вообще не имею смысл. Да, у них армия, конечно, не фиговая. Нет, фиговая, ха, зря я тут как-то так распугался. Армия у них фигня, ребята, это будет быстро и бесполезно. Когда же ты получишь военачальник, это падла, ты меня достал уже, честно говорю, вот этот, вот стэк меня достал. Он все, военачальника не будет получить, да что ж такое. И сейчас он не получает. Ну, конечно, да, все, все с вами понятно, идите к черту. Я не знаю, что еще с ними делать. Я уж не знаю, об че еще их ударить, чтобы они получили военачальника. Вот кто-нибудь мне, может, подскажет, а, хотя, вы как подскажете-то, серия это будет, блин, в 6 часов утра только. Да уж, неприятное зрелище. Да уж. Мы тут в перегонки играем, вот как вы видите. Пытаемся догнать там кораблик вот этот вот с отрядом. Вот все, бегаем, бегаем за ним. Это знаете ли, что мне сейчас напоминает? Братьев Марио. Мы тут гоняемся, типа два брата, и вы гоняемся тут. Что самое интересное. Да, мы гоняемся. Вспомнили детские времена. Времена, когда еще была Сега, Дэнди, ну у кого что. У меня и Сега, и Дэнди было. Так что, я особо не переживал об этом. Единственное, у меня хорошее было. Наконец-таки я тебя догнал твою матери. Догнал и убил. Вот смотрите, что за несправедливость. Он за убийство Даймио получил военачальника, а тот дебил все не может. Ну это ж тупо. Да, как оказывается, здесь нет ограничения на военачальников. Это получается, у меня, значит, в расцвете самураев не получалось все никак нанять военачальника. Потому что я там очень долго бился, 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 все никак не мог получить военачальника. Я потом заколупался, психанул и в жопу все послал. И военачальников я только покупал у Дюдамбо. Это было, конечно, очень весело. Особенно, когда я с Дюдамбо все практически выполнял работу. Это было весело, ребята, честно говоря. А здесь, опа, я походу здесь забыл про вот эту вот снягу. Ну ладно, не суть его важна. Самое главное, что я похожу все равно. Нет, все-таки надо было через эту провинцию его ввести. Да, уж, ну ладно. Дом уничтожен. Ну вот, как мы с вами замечаем, наименований у дома нету. Давайте мы дальше с вами пойдем захватывать. Но это логично, это логично, это просто логично. Что мы не дотянулись, просто не дотянулись, тупо не дотянулись. Ну ладно. Ничего не поделаешь. А здесь, и здесь, и здесь. Ну, здесь все как в старой версии. Все красиво. Все прекрасненько. Все цветет и пахнет. Правда, я не знаю смысл. В чем смысл того, что я сейчас сказал, цветет и пахнет. Но да, эти дзена, это провинция Ика-Ики. Если кто помнит. Вот, кстати, вот это, как я вам и говорил, у Ика-Ики были разбросаны провинции. Вот эти дзена, насколько я помню, вроде так и была провинция Ика-Ики. Попопопопом. Или подождите. Или Кага. Я не помню точно. Не буду врать. Потому что я не уверен. Был бы уверен, я бы сказал бы. Вам точно бы. Я не помню. Ладно, не буду на одном застревать. И просто вам скажу. Я не помню. Все. Я не хочу ничего вспоминать. Не лень. А здесь-то нас еще ждет. А здесь нас вот это вот ждет. Давайте мы его погоняем отсюда. Нахрен. Все? Это все? Икруло. Я думал что-нибудь такое пойдет. В нему нету. В нему нету. И это ток… Пока я не забыл надо вододен匚 починить, сломать. в принципе рядом с моей твердыней надо улучшать так здесь все стоит на улучшении здесь здесь мы улучшаем вот это то считайте доход от торговлю плюс 2000 и вклад в экономику 3000 нет давайте чем другое здесь 3 600 и 600 и 600 100 1000 1000 так а здесь что у нас я вроде читать где-то в клуб а вот здесь вот это вкачаем я-то думал где-то я че-то забыл улучшить это я еще не проверял вот эти вот земли сколько мне тут проверять надо это именно в конце игре вот и мне под конец игры была прибыли вроде 300 30000 захода я там конечно считайте сразу мог 10 провинции либо достроить либо что-нибудь улучшить но это зависимости от цены если там конечно улучшение стоило 6000 то да хрен ничего лучше вам там у 10 провинций там максимум примите это к 5 или 6 так точно могу улучшить так здесь дай мио посмотрим дай мио у нас скоро пропается дай мио уже на половину готов к шестому лаву так что все пучком а у нас пучком она не суть господи что же они все любят мои блокировать порты точнее не дают мне дохода здесь я не понимаю кто че попытался какую диверсию но вот это да не это тупо вы понимаете вот эту тупость если кто-то поведется на вот это я вам скажу ребята не ведитесь на это это бесполезная вещь в любом сражении вы сразу можете этот ранг опыт профукать на раз я вам сразу говорю лучше нанимайте либо с двумя либо тремя этими накидочками а лучше всего с одной это будет как-то уверенней а так это просто тупо а вот дай мио как замечательно у нас что-то все время дай мио вот этот встречает вот второй раз уже вот везет нам прям на этого дай мио нам везет пока на дай мио мы его все встречаем и встречаем кажись уже там у компьютера бомбит то что мы все встречаем его дай мио конечно я сам уже бомбить скоро буду потому что если меня достало каждый раз когда в дай мио мы приходит его встречает вражеский дай мио вы в шоке ребята я вообще не понимаю вот это вот тут тут а вот это было неожиданно я охренел ребята меня предали собственные же войска предали пи сет это такой пи это конечно извиняюсь я просто сейчас слов нет я предала собственная армия охренеть я в шоке ребят вы прикиньте меня военачальник предал падла падла да скоро у меня все войны черники придут с такими темпами как точно да уж я думал что он будет как-то понадобится значит скоро меня придаст еще один мой 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 родственник меня скоро придаст ну ладно придаст и придаст я его породил я его и убью ха 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 логично да я не особо беспокоюсь о это а вот я к примеру сейчас вообще ни черта не вижу где его армия измена этот человек покинул дом верности имея этой жизненно важное значение ей всегда нужно выделять первоначальное внимание ну предал так предал я его найду убью прирежу как говорится найди сменю прирежь кабана так что у нас здесь корабли красной печати я не помню сколько их можно создавать но вроде неограниченное количество если неограниченное количество то и хорошо хорошо здесь так это че это че это че давайте опять подождем а хотя нахер это мне нужно это все главное смотрите корабли красной печати все по нужному пойду а в чем его плюс а ни в чем вот именно я как понимаю это торговый корабль да это торговое судно зашибись вот я дурак я чуть не нанял не не назабирал корабли торговые корабли зашибись всегда мечтал так лопухнуться по жестки маневренность 3 маневренность единица что лучше прочность корпуса разница только и в маневренность и в численности ну ладно давайте три этого три этого шесть ходов общее количество мне кажется проще конечно проходить без военачальников потому что я сейчас был в шоке потому что все время как прохожу у меня ни разу такого не было чтобы меня предал собственный военачальник вот вы понимаете для меня это сейчас был такой шок собственный военачальник меня предал ну ладно фиг с этим а мне теперь надо найти этого я бы выразился бы кого но я не хочу слишком сейчас грубить потому что у меня уже сейчас время без двадцати если я не ошибаюсь да даже без семнадцати час первый час уже ой нас наконец-таки заметили признание империи скоро мы затмеем тебя и сигуната Сикаго готовься скоро растет твоей конец дружок это кто это кто это вы знаете кто это я не знаю ребят может fila опять эта серия может выйдет где-то в часиков .. восемь здесь пока приедем пока я жив я буду биться пока я не буду идти вперед пока я вижу я буду стрелять пока я думаю я буду управлять здесь нам надо прокачать кипиночку здесь сколько у нас там армия практически не пострадал ну что ж это по ходу его предпоследования провинции это по ходу его столица столицу мы конечно захватим замечательно теперь остается только последнюю применению открутить я готов встретить себя ну вот и все как казалось я даже зря нанимал стек я сейчас поведу дальше войска то есть все эти четыре стека получается да я поведу через море да пришло время нам повоевать в морях может и не в морях но пора нам воевать пора нам захватывать новые земли так же вместе с этим вместе с этим а хрен там получится не наберу эти два стека останутся здесь так да ты починись эти два стека поплывут в хонму будут его принижать потому что если я смотрю он оборзел товарищ борзел 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 да борзел он всегда борзел мы тем самым сейчас подумаем что нам делать с предателем даймил конечно он что хорошо хоть у него упадет честь хотя у него честь не упадет ему 39 лет вы понимаете 39 лет ему вот этот военачальник вообще в братьях годится и это тоже этот вообще старший брат блин но он падла предает кстати где он но она не суть не суть потому что потому что потому что потому что смотрите ты туда вали здесь ты сейчас быстро пополнишься там а зараза немножко но что ж такое всегда вот такая зараза а я как понимаю это уже все последняя до последний уровень как вы сами прекрасно видите он тут довольно таки хорошо постарался вот видите тут есть такие пока не исследованные территории это как я понимаю клан дате всеми такой известный вредный клан дате я его пока не вижу то есть мне пока неизвестны только два дома может мне даже больше неизвестно я не знаю 63 провинции под моим командованием точнее управлением уже мы наполовину прошли эту кампанию так мне то есть получается у меня еще есть примерно 3 часа игры 3 часа запомните то есть получается эта серия еще плюс 3 серии то есть я за 3 серии вот сейчас если я начну собирать армаду это будет конечно эпик то есть получается смысл в том что хотя пускай нанимаются не суть получается я сейчас могу эту кампанию закончить очень быстро если я сейчас найму огромную армию то есть получается моя армия будет состоять так до 5000 прибыль чтобы упала и потом я полностью поплыву захватывать вот этот островочек полностью такой маленький островочек потому что если это все мне не нужны конечно союзники как вы видите город замок цитадель это все в задницу я как вы сами понимаете я никогда не стремился к тому чтобы иметь много и при этом не уметь этим управлять вы скажете это бред нет это не бред на самом деле в этом и состоит суть сёгуна второго в том чтобы не быть просто так а именно уметь правильно рассредоточить свои войска правильно рассредоточишь войска и плюс при этом справишься со своей экономикой то все тебе победа обеспечена вот к примеру как у меня сейчас вот вы прекрасно все видите у меня сейчас в игре сейчас покажу какой ход 54 ход из-за 54 хода это я вам даже покажу сколько я потратил баблосов где тут погибшие отряды тысяча 254 отрядов уничтожено общий доход 60 630 тысяч общий доход от торговли ну как вы сами видите вот это все моя статистика максимальный доход за ход видите 30 тысяч это в этой игре максимально это уже максимально а вот самое интересное это будет впереди и я вам не хвастаюсь я это просто говорю если вы справитесь с двумя проблемами это экономика и армия то считайте вам любая битва будет нипочем но как вы сами прекрасно видите еще надо в армии следить за преданностью военачальников вот я не уследил и вот он от меня убежал убежал друг все конечно было трагично кстати у меня тут еще один оказывается стек стоит пускай он пойдет тоже он будет участником а а а а оказывается у меня тут один потенциальный уже противник назревает вот вы может сейчас заметите вот он противничек уже назрел а сейчас мы с ним начнем войну вы скажете зачем а за тем что мы ему можем спокойно объявить войну то есть мы никак от этого не пострадаем а морально особенно пострадает только наш товарищ а диверсия удалась отлично сколько диверсия а а в дипломатию зайдем раз ты нам решил объявить о том что ты уже не зависит оказывается на меня это тоже распространяется хрень ну ладно грозные блестящие татата я вот подумаю захватите сегуната Но это ближе к тому, когда я справлюсь с вот этим островочком. Потому что не особо охота, чтобы ко мне плавали падлы с двух островов. Это не круто получится. Как мы прекрасно с вами сейчас видим, у кита хорошо сейчас справляется со всеми противниками. Считайте, мне уже придется на один фронт меньше сражаться. То есть мне остается только заняться теми провинциями, которые находятся на островах. На островах находится раз, два, три, четыре, пять. Вроде да, пять. Сейчас проверим. Да, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну и семь провинций я... Так, с двумя я уже воюю. А, нет, даже с тремя, извиняюсь. С тремя воюю. Ну ладно, не буду больше балдеть. Вот, вот эта вот проблема уже началась. Пожалуйста, вам появились герои всякие и пошел. Как биздец. В полный. Мы уходим отсюда, в задницу. Это вообще нам не светит. Просто-напросто мы не захватим. Не захватим. Да, ёпта, ваш мать. Что-то такие тупые. Да уж. Здесь ремонтируем. Ты, да, да, ты. Ёпта, мой кейсет, ты дал, докупил. Ты, короче, отсреляйся сюда. Будешь у меня с Дамио путешествовать, парла. Здесь ты сиди, короче, сиди, не дергайся. Тебя позовут когда-то. А мы пока начнем с вами, как я вам и говорил, нанимать нашу новую армаду. Ну, вы сами, как прекрасно видите, я за Исигару содержание плачу всего лишь какие-то гроши. Эти гроши... Эти гроши... Ну, конечно, я бы не сказал бы, что у вас особо такие гроши. Но это реально ничто. Вот мы с вами уже готовимся встретить нашего друга, который с ним сюда приплыл. Давайте встречать его. Побольше армии на нем. Чтобы наверняка его... С объятиями такими широкими объятиями его встретить. Сказать привет, а что ты... Чё так долго-то плыл? И сразу его вынести. Вот это вот вообще кайфай будет. Так, дальше чё-нибудь у нас... У нас тут тоже проблема возникает. У Титака готовится к нам влайной пойти. Это остаётся только время на то, чтобы... Ну, хоть высуга к нам как-то так. А, вассал точно. Я-то думаю, это кто такой-то. Ну, а твои мать, я уж думал. Всё идти, те шмалятки направо-налево, оказывается ты... Вот она, падла, где. Ода по своей натуре... Как вы прекрасно знаете, агрессивная, падла. Они чё, шутят? Никто... Да, Грозный ещё не родился, что ли? Давайте уйти так... Нет, уйти так и Грозный. А, Хонма уничтожена, да? Я ничего не смеял. Не приемлема. Иди в Европу тогда. Не приемлема. А, кто уничтожил Хонму? Хонма? Нет. Жива. Чё вы говорите? А, я с Хонмой не воюю. Точно. Ёб твою мать. Вот это глюки у меня пошли. Да уж. Вроде всё, да? Вроде я везде всё начал нанимать. Ну ладно. Если чё-то где-то не наниму, чё по-герому. С кем не бывает. Я же тоже не могу за всем уследить. Здесь продолжаем улучшать. Здесь. 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 А, не здесь. А, здесь. Здесь, не здесь. Вот здесь. Нам самое главное порт сейчас. Потому что спорт тоже дает дополнительные плюсики. Плюсики. Вот, конечно, это только, как его, я забыл его название. Хоть здесь хорошо, можно сказать, застроился. Засранец. Он хорошо здесь застроился, на самом деле, на самом деле, да? Дальше. Я бы не сказал бы, что плохо. Я бы не сказал бы, что плохо. Он реально хорошо здесь застроился. Мне как-то самому поднадоела такая бесконечная война. Если бы я проходил бы на обычном, но на оригинальной игре, если бы не втором, без вот этой вот модификации, эта игра была бы такая скучная, что я просто бы решил бы, что ну нахрен, пойду я спать. Всё. Нет, это именно действительно мне интересно, то, что я пробовал уже на среднем уровне сложности, но там возникала такая проблема, что это было очень быстро и тоже скучно. Как вы сами прекрасно знаете, на среднем уровне сложности всё быстро проходит. Особо не наслаждаешься игрой. Улучшим. Улучшим дорожку. Всё. Так. Так. Мы с вами, мы с вами, чем же мы займемся. Так. Противник, который высадился на берегу, был побеждён, но тем самым он всё ещё тут. Всё ещё тут. Нам его надо добить. Так же я сейчас захватил ту столицу того клана, который уж не там был такой, если вы помните, с героем. Провинция была с героем. Я был в шоке. Я не ожидал, что у них там герой даже будет. Вот это вот для меня шок. Но там он армию отвёл, и поэтому я легко захватил эту крепость. Тьфу, какую в задницу крепость, провинцию. Ой, я уже мозг не варит. Понимаете, я уже час ночи, мозг не парит, не варит, не жарит. Вообще полная жопа. Не парит, не жарит, не жарит. А, нет, не прокатит, не прокатит. Чё же мне надоевает? Ну, не дальше. Ну, не дальше. Ну, ладно. Не суть. Вот опять порта нет. Ну, что ты делать-то будешь? Без порта, блин. Хорошо, что хоть здесь есть. А-а-а-а. Это очень хорошо. Всё будет хорошо. Дорога перекрыта. Вот, да, кстати. Вот она, та самая провинция. Я её захватил. Там вообще пипец, какие строения были. Я в шоке. Ребята, я в шоке. Понимаете, вон какие герои. Я не помню, что бы были такие герои. Кстати. Канину мы отставим, потому что, если я не ошибаюсь, есть ещё герои на лошадях. Лошадка. Так что, так что, так что, так что, так что, так что, я сейчас буду нанимать их. Здесь я уже попытался напасть, но у меня ничего не получилось. Меня просто послали, сказали, иди ты в жопу от тебя. Да, все войска, самые интересные, бежали. Но они... Блин. Такие гады. Гады. Ну ладно. Фиг с ними. Пускай бегают, прыгают. Я не знаю, что они ещё могут делать, кроме как бегать, прыгать и убегать. Но я вам скажу честно. Мне надо за ними гоняться. Я не собираюсь за ними гоняться по всей карте. Пускай они лучше сами приходят сюда. Я с каждым разберусь. Так, это улучшим. Так, это улучшается. Нет, это вот не улучшается, как оказалось. Вот, кстати, торговый порт. Да, оказывается, тут есть... А, иноземный торговый порт. Он нам нахрен не нужен. Его нахрен удаляет. Склады. Вот красная печать. Вот красная печать нам нужна сейчас. И вроде всё, да. Мне на чё больше не хватает вопросов. А, нет, хватает. Я вот не знаю, канину что ли? Да, блин. Нет, давайте не канину. Было 200. Ну, это как-то больше. Да. А, по покупам... Вроде всё, да. Да, уж, новые кораблики. Я вот прям не знаю, что мне с ними делать. Это, 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 нападение врага. Вы давайте посмотрим, где наш враг нападает. Я не вижу, где он нападает, но он где-то в этой применции разряет. Падла. Всё испортил меня. Все планы. Я не вижу его армию. Построилось три корабля, вот мы с вами увидим. Скрытые армии. Какие это же скрытые армии? Это не скрытые армии. Вот, кстати, вот она армия, если я не ошибаюсь, с героем. Нет, герой, оказывается, был там. Либо он увёл куда-то героя подальше, либо напоследок оставил для чего-то. Мы его теперь хрен увидим, этого героя. Зашибись он придумал, конечно же. Просто зашибись, да. Давайте кое-нибудь сюда улучшать. Постойм здесь. Рынок. Также Будем здесь Всё решать. Так. Это, конечно, интересно очень. Пускай нанимаются армии. Мы здесь готовимся воевать с Уисугой. Здесь дальше, дальше, дальше. Мы тоже готовимся воевать. Ещё и четыре хода. Ну, за эти четыре хода мы по диверсию поустраиваем. Диверсия удалась. Отлично. Это, конечно, отлично. Это, конечно, отлично. потому что все это пока бесполезно формировать армию пускай они лучше будут просто в принципе сидеть так и здесь что нам здесь нужно мы пока потихонечку продвигаемся я бы не сказал бы что так быстро но продвигаемся как таковое мы продвигаемся потихоньку потихоньку продвигаемся ну что ж давайте еще например мы отхватим у них покажем что мы тоже нельзя как мы сделали пожалуйста к счастью у нас не получится выйти подальше не счастье на счастье все к счастью так вот все отлично все отлично все хорошо нам пора нам пора на пора нам пора что-то подвисает теперь что-то жестко ну ладно если потерпите то ладно но вы сами понимаете что это типа две соны из-за того что включена вот эта модификация это все уходит на то что мне видюха слабая она такое количество провинции армии оно просто не выдерживает поэтому у меня так немножечко у вас будет показывать что подвисаны на самом деле у меня так-то вполне нормально у меня вот именно только передвижение самой камеры а сами вот передвижение мышки всякая тукой а это все нормально а только подвисает именно графа у игры то есть вот как не видите вот так вот и юрик подвисает потому что у меня сейчас показывает где там примерно 3 фпс и к 3 3 трешка трешечку мне показывает как вы сами понимаете это конечно не так уж хорошо но что самое интересное получается видео довольно таки качественное за качество как говорится